Дарья, на той неделе Вы сообщили, что 101 человек из Донецкой Республики все еще удерживается украинской стороной. И возникло... Тысяча сто дней. Тысяча. Сто один, извините. И большая сложность в том, что родственники не могут пересекать границу, выезжать на территорию Украины, так как могут последовать репрессии в их сторону, чтобы передать медикаменты, самые необходимые теплые вещи. Есть ли возможность разрешения этой проблемы? И как украинская сторона? Навещают ли они своих родственников, военнопленных здесь у нас на территории ДНР? Значит, да, действительно. Цифра, к сожалению, такая огромная. Эта цифра еще до сих пор не подтверждена украинской стороной. То есть цифра... Только половина этой цифры... Украинская сторона подтверждает наличие данных людей. То, что в преддверии зимы начинается холода, и ребятам нужны не только медикаменты, правильно сказали, и теплая одежда. Мы сейчас ведем переговоры с украинской стороной по этому вопросу. Возможно, не буду назвать международную организацию, но очень надеюсь на ее помощь. Станет посредником международной организации в таких вот акциях, передачах. Но в любом случае, как бы, на данный момент мы такими, знаете, подручными средствами используем. То есть кому нужны острые какие-то медикаменты или еще что-то, мы пытаемся, конечно, задействовать украинскую сторону с таким, я могу сказать, давлением, наверное, больше с просьбой о том, что, ну, как бы, людям нужно помогать и так далее. Ну, соответственно, задействуем все международные организации, там, ККК, ООН по правам человека. И если тоже люди, как бы, выражают, ну, пленные выражают какие-то пожелания, что им в срочном порядке нужно то, либо иное, как бы, международная организация тоже старается помогать. Что касается украинских военнопленных, то есть раньше, как бы, родители, да, ездили, они их навещали, передавали вещи на данный момент. То есть родители, как бы, ну, не приезжают в нашу территорию. Связано это с тем, что, наверное, вопрос пленных был очень сильно заполитизирован. Количество украинских военнопленных удерживаются здесь, на территории республики? На данный момент официально заявленных на обмен с украинской стороной цифра 42 человека. То есть вот сейчас 42, ну, это, в принципе, уже очень давно заявленная цифра. Украинской стороны не список направлен, предложение сделано. Ну, мы подбуждены ответы. Да, вы в этом месяце также сделали заявление, обращение к Киеву о том, чтобы поменять всех на всех. Какая реакция Киева была? Значит, я хочу сразу поправить. Это не обмен всех на всех. Обмен всех на всех может быть только по окончанию конфликта. Когда кончится конфликт, к сожалению, ни я, ни вы, мы предсказать не можем. Но наше предложение таково, то есть поменять тех людей, которые на данный момент индифицированы в порядке пункта 6, то есть обмен всех на всех. То есть на данный момент индифицировано с нашей стороны, это сейчас без Луганской, будет 494 человека. Это официально подтвержденные лица украинской стороной, все эти лица связаны с конфликтом, ну, их статьи и так далее. То есть украинская сторона не отрицает. На нашей территории находится 42 человека, то есть мы готовы сейчас вот этих вот индифицированных лиц, ну, зачем они будут сидеть там год, два, три, там, пять, потому что не знаем, когда конфликт закончится. Поэтому мы очередной раз, это уже третья была на самом деле празднована, третий раз уже было направлено предложение украинской стороне, поменять и не мучить все-таки людей на данный момент, которые уже готовы к обмену. Тем более у нас в преддверии Нового года, как бы, это было бы, был бы большим шагом со стороны господина Порошенко, все-таки вернуть тех людей, которые еще находятся в Силовальского котла, в Силовальцевском котла, домой, и чтобы они этот Новый год встретили в своих семьях. Точно так же мы требуем, чтобы вернули наших женщин, наших мужчин, и они точно так же могли встретиться Новый год со своими родственниками. Киев на встречу не идет. К сожалению, от украинской стороны ответа так и не было. 25 числа этого месяца был установлен еще один памятный знак деткам в Кировском районе, в Шахтерском городе Донецкой Народной Республики. 1 июня, к дню защиты детей, у нас был митинг памяти 101 ангела. Это по двум республикам, да? Да. А сколько деток именно в нашей Донецкой Народной Республике погибло за это время и в 2016-м, после этого митинга, дню защиты детей, пополнился ли этот список? Значит, до 1 июня 2016 года цифра со стороны ДНР составляла, к сожалению, на нашем самом деле большая трагедия, 73 ребенка. После этого, значит, в том месяце, 11 ноября, погиб еще один ребенок, это мальчик, который пытался пройти линию соприкосновения в неразрешенном месте. И украинская сторона открыла огонь. Мальчик 2000 года, то есть на данный момент цифра составляет, к сожалению, 74 ребенка. По поводу памятника, да, так памятник, если я был установлен погибшим детям Кировского, это наша одна, еще раз повторюсь, из самых большайших трагедий, потому что дети не должны умирать. Я еще раз приношу соболезнования всем родителям, всем родственникам и, в свою очередь, хочу рассказать чуть-чуть о том, какая ведется работа в этом направлении. То есть на данный момент в комиссии по военным преступлениям собрано уже 15 дел по погибшим деткам, полностью сформированных. То есть в ближайшее время мы хотим направить их в МОС, нужно в уголовный суд, либо в ИСПЧ. То есть в любом случае все виновные в данной трагедии будут наказаны. Закончится военное противостояние на Донбассе. Детки, которые видели войну своими глазами, будут ли они какие-то льготы получать, так сказать, дети войны? Значит, на данный момент у нас там, если не ошибаюсь, порядка 120 раненых деток, именно конкретно, которые попали под их спелы и так далее. Мы сейчас, конечно, это точечно на данный момент, мы сейчас стараемся, чтобы их, я понимаю, что на законодательном уровне еще нет, вот это вот подкрепление, но тем не менее многие идут на встречу, чтобы хотя бы там бесплатное питание в школе и так далее было на данный момент уже выделено. Сейчас мы пишем, я не могу сказать, что это какая-то большая законодательная инициатива, но тем не менее это такое вот предложение, чтобы уже на данный момент включить вот таких вот деток, хотя бы те, которые были ранены, вот в данную категорию, чтобы хотя бы какие-то вот льготы уже могли им приходить, это в любом случае. Также деток мы не бросаем, то есть тем, кому нужна медицинская помощь, тем, которым нужна госпитализация, либо какие-то операции в, допустим, РФ, которые не могут, опять же, люди, родители не могут позволить себе это финансово. Я могу открыто заявить, что аппарат полномочного всегда открыт, у нас очень хорошие каналы, очень хорошие связи, мы уже не одного ребенка отправили на процедирование, на лечение, то есть, пожалуйста, обращайтесь. Окончание боевых действий, я думаю, что однозначно наш народный совет тоже к этому придет, и в любом случае на законодательной основе это будет все подкреплено. Украинская сторона, кроме того, чтобы выставлять свои требования, к сожалению, так и не, как бы, все, никаких своих предложений. Знаете, у меня вот такое вот просто ощущение складывается, что приехали четыре министра иностранных дел, да, и три из которых сидят, уговорят украинскую сторону, выполнить те обязательства, которые просто господин Порошенко сам на себя взял. И это на самом деле, ну, как бы, не улучшает картину об Украине. И, ну, покажет, представитель на лице, что украинская сторона так не хотела, так и не хочет выполнять низкие договоренности.